МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Крутом отправляются в литературное путешествие участники лекции на Писательской улице. Этот проект вынашивали несколько лет, и только в этом году удалось реализовать. Я хотел привлечь в первую очередь писателей к этой работе, чтобы именно они рассказывали о представителях профессий. И хочу сказать, что мне это удалось, потому что у нас большинство нашей команды, основа – это наши профессиональные литераторы, члены Союза писателей России. А во втором конкурсе 2019 года мы победили, выиграли грант президента Российской Федерации. Всего запланировано 55 лекций. Именно столько в Новосибирске улиц, названных в честь писателей. Причем задача перед авторами стояла непростая. Это не пересказ биографии. За основу взяты интересные факты. Первая остановка – на улице Лесково. Расположена в Октябрьском районе Новосибирска. Своё название получила в 1909 году. Протяженность её небольшая, всего 800 метров. С одной стороны дома частного сектора, с другой – многоэтажки. Лесков – русский писатель, автор знаменитой повести о левше, который подковал блоху. Николай Семенович был борцом за трезвость вегетарианцам и талантливым художникам. Но религиозная живопись, в отличие от литературы, не принесла ему известности. Полное собрание сочинений состоит из 12 томов. При этом последний из них был опубликован после кончины литератора. Вот только сегодня на улице Лесково встретить того, кто вспомнил бы хоть одно произведение писателя, не получилось. Скажите, кто такой Николай Лесков? Писатель. Это всё в школе учили. Вроде даже критиком каким-то был. Ну всё, всё по знанию. Это какой-то был этот самый у нас. Ну кто-то был, я помню. Писатель был, нет? Художник. Нет, не художник, а кто он был. Ой-мой-мой. Писатель, что ли? Ну это кто-нибудь до, после революции. А с кем он, с чем он был связан и как, ну в курсе. Русский знаменитый писатель. Что он написал? У-у-у. Так. Литературное путешествие по городским улицам будет продолжаться до лета. Каждый желающий сможет побывать на лекциях. Они будут проходить в городских библиотеках, школах, вузах, а также в ресурсных центрах. Следующая остановка запланирована на улице Жуковского. Ксения Петренко, Евгений Агеев. Новости ОТС. Ксения Петренко, Евгений Агеев.